Учителя бывают разные, иногда очень разные. Тем не менее, даже самые отъявленные из них все равно учат, хотя и такими способами, которые трудно себе представить, находясь в здравом уме и твердой памяти. Вот вчера умер один из таких учителей, Каинг Гуек Эв, гражданин Камбоджи. В общем, он был обыкновенным учителем математики в колледже Скоун, расположенном в 75 километрах от столицы города Панампене и, в общем, ничем особенным не отличался аж до 1967 года, когда в возрасте 25 лет он связался с ячейкой местной компартии. На следующий год он вступил в партию и стал ее подпольным бойцом. Он аккуратно агитировал идеи чистого марксизма, которые были коньком камбоджийской компартии, за что и попал в тюрьму, пусть и ненадолго. Но там он осмотрелся, разобрался с условиями тюремной жизни и, похоже, проникся этим духом. После освобождения он подался в лес к своим коммунистическим товарищам, и те встретили его с распростертыми объятиями, поскольку кому-то образованному надо было отрабатывать приемы собственной тюремной системы, так как красные кхмеры планировали захватить власть вооруженным путем. Одновременно он получил партийную кличку «Дух». Поскольку в Камбодже были места, в которые трудно добраться, то некоторые населенные пункты, находящиеся глубоко в джунглях, кхмеры захватили без особых проблем, а властям явно не хватало ни сил, ни времени для войнушки в джунглях. Тем более, что в это время громыхала Вьетнамская война, и ее хватало как самому Вьетнаму, так и его соседям. И вот в 1971 году «Дух» был назначен руководителем управления 13, центра для заключенных в Амлианге, провинция Кампонг-Спэй. В общем, задачей этого управления было отрабатывать методы работы с заключенными. Целью этой работы была быстрая перековка арестантов в правоверных коммунистов. Эти методы надо было отшлифовать до совершенства, чтобы в случае захвата власти не раскачиваться, а сразу внедрить их повсеместно. Это было очевидно, поскольку теория классового выравнивания гласила о том, что городское население поражено бациллами капитализма, и для того, чтобы эффективно побороть эти недуги, городское население надо переместить в село, а там внимательно смотреть за тем, чтобы оно очищалось от скверны. Причем силы безопасности должны выявлять лиц, которые проявляют недовольство таким положением дел. Они считали, что такое недовольство может происходить исключительно из-за внешнего воздействия, и если правильно поставить работу, задержанные сознаются в характере внешних связей. Именно там были отработаны три основных метода работы с арестантами. Холодный, где используются меры психологического убеждения. Горячий, с применением арсенала пыток, особенно электротоком. И что-то вроде метода пережевывания, когда пытки изначально задавались настолько травмирующие, что не предполагалась даже сама возможность выживания арестанта. В 1975 году хмеры захватили власть в стране, и действительно, все ранее отработанные планы были запущены в работу почти мгновенно. Очень быстро стало понятно, что для сокращения времени мероприятий холодный метод пришлось отложить и начинать сразу с горячего метода работы. Он действительно оказался быстрым и эффективным, но возник побочный эффект. Арестанты стали массово признаваться в чем угодно, в частности, в своей работе на ЦРУ и КГБ. Тогда у них совок тоже считался врагом настоящих коммунистов, поскольку так считали и в Китае. А с учетом того, что и ЦРУ, и КГБ активно работали в соседнем Вьетнаме, то эти вопросы задавались чаще всего. А с учетом того, что пытали без оглядки на возможные неприятности и не скрывая следов пыток, то такое воздействие заставляло людей признаваться в чем угодно. Только вот в этом случае, когда агент признался, его перевоспитание становится даже теоретически невозможным, и его тут же направляли в Чон Эк, специально оборудованный центр массовых казней. Все это уже происходило в укрупненной версии лагеря 13, который педантично создавал ДУХ. Все это называлось Центр безопасности 21, а ДУХ там был в качестве играющего тренера, поскольку кроме непосредственно участия в этих мероприятиях, он подводил теоретическую базу под некоторые аспекты этой деятельности. Что характерно, именно в Камбодже никаких крупных военных действий не происходило. Кхмеры захватили власть практически без боя. Центральная власть просто не смогла организовать сколько-нибудь достойного сопротивления. Но и утратили они власть практически тоже без боя. Противостоять вьетнамской армии, которая на равных бодалась с армией США и таки вынудила ее уйти из Вьетнама, было явно бесполезно. А потому кхмеры поступили так, как делают партизаны – ушли в лес без особой драки. Это важно вот для чего. Поскольку кхмеры уничтожали собственное население в промышленных масштабах, то останки жертв уничтожались даже не для сокрытия следов преступлений, а чтобы не делать огромных свалок трупов. Хоронить их никто не собирался, поскольку для этого надо было рыть карьеры, а не могилы. Достаточно сказать, что после отступления они даже не стали уничтожать документы, которые свидетельствовали о геноциде. Просто часть из них была уничтожена за ненадобностью и потому до сих пор считается, что за 4 года правления кхмеров было уничтожено от 1,7 до 3 миллионов человек, то есть от четверти до более чем третий населения страны. И это были не боевые потери, а результат казней, планомерного уничтожения. Это следует знать любителям совка. Хмеры и в это же время маоисты считали совок страной, в которой победили оппортунисты, отказавшиеся от настоящих ценностей коммунизма. А вот Камбоджа показала, что такое коммунизм без условностей, каким он должен быть. Она стала страной победившего пролетариата, поскольку всех остальных попросту уничтожили. Если кто-то до сих пор считает, что коммунизм – это пломбир и колбаса по 2,10, то нет, это не коммунизм. После разгрома кхмеров вьетнамскими войсками в 1979 году дух какое-то время находился в отдаленных лесных районах, которые контролировали кхмеры. Потом перебрался в дружественный Китай, который внимательно следил за опытом Камбоджи и сделал свои выводы из краха режима, заложив резкий разворот в сторону Запада. Именно после краха кхмеров Дэн Сеупин объявил о новой политике, которая заложила основы нынешнего Китая. Чем сильнее Китай сближался с Западом, тем неуютнее там было духу, и он вернулся в Камбоджу под видом беженца, приехавшего из Китая домой. И в общем, он там жил 20 лет, под чужим именем, играя чужую роль. Но, как это бывает, в 1999 году его опознал ирландский журналист и фотограф. У него была цепкая профессиональная визуальная память, и он узнал в незнакомце разыскиваемого палача – духа. Спустя небольшое время дух был арестован, и после очень долгого следствия, на котором он рассказал о том, как была устроена машина уничтожения населения, осужден на 35 лет заключения, а после апелляции обвинения приговор изменили на пожизненное заключение. Вывод из этой истории важен для нынешней власти Украины. Вмазавшись в военные преступления, ты можешь считать себя бессмертным, действующим в режиме «бога», но так уже было и не раз. Потом, если тебя не линчуют на месте, ты бежишь в другую страну, меняешь имя и даже внешность, но рано или поздно тебя опознают и тянут за холку в трибунал. Срока давности у таких преступлений не существует, а значит, это ты сегодня депутат, министр или того хуже, президент, а завтра ты беглец и нелегал, а еще позже – подсудимый трибунала. Так что все те, кто пытается подыгрывать военному преступнику Путину, должны четко понимать, что они становятся соучастниками именно военных преступлений, и товарищ дух мог бы рассказать, чем это заканчивается. Да, это можно игнорировать, или считать себе, мол, «Я не такая, я жду трамвая». Но дело в том, что практически все военные преступники, пойманные и посаженные навечно или отправленные на вешалку, думали ровно таким же образом, и это им не помогло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова